Новая неделя принесла в нашу жизнь новые события. Пришло время их осветить. Прямо сейчас вы узнаете самые свежие новости Нижнекамска и не только. Вы смотрите телеканал «Нефтехим». В студии для вас работает Кирилл Темников. Здравствуйте. Прямо сейчас коротко о том, что ждет вас в ближайшие 30 минут. Если вот это только построили, то тут целый музей. Должна быть дорога. Нижнекамцы и жители района недовольны состоянием дороги в деревню Клятле. Отремонтировать ее обещали к 1 августа, но воз и ныне там. Кто завалил сроки и когда начнутся работы. Это те реальные конкретные меры, которые, мы надеемся, повлияют на снижение негативного воздействия. Нижнекамские ТЭЦ 10 дней будут работать на мазуте из-за подготовки к отопительному сезону. Чтобы не допустить воздействия на окружающую среду, проведены масштабные работы. Очень мало места и перемещаться по салону очень тяжело. В лагере Зангар-Куль состоялись военно-полевые сборы. Накануне вечером Нижнекамск вновь окутал неприятный запах. В надзорные органы стали поступать жалобы от населения. Все службы Нижнекамск-Немтехима оперативно отреагировали на ситуацию и выясняют причины случившегося. Передвижная лаборатория и газоспасательная служба компании работали всю ночь. Директоры заводов, начальники цехов, инженеры и специалисты отдела охраны окружающей среды проводили свое собственное расследование на местах в подразделениях. Рано утром в 8.00 в актовом зале административного здания генеральный директор Нижнекамск-Немтехима Азат Бекмурдин собрал экстренное совещание. Андрей Рубежов, заместитель главного инженера по охране окружающей среды, акционерное общество, доложил о результатах проверки атмосферного воздуха и стоков. Сейчас ведется анализ замеров. Ваши дети, ваши семьи живут в городе. Ваши близкие дышат этим запахом. Уясните для себя, какие-либо операции не проводятся, первым образом должна быть техника безопасности, промышленная безопасность и экология. Также ситуацию под контролем держат все природоохранные структуры. Министерство экологии республики, управление Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Ростехнадзор. Данная тема сегодня была поднята на еженедельном совещании руководителей города. 11 сентября началась масштабная прокурорская проверка в отношении предприятий Нижнекамского промышленного узла. И на сегодняшний день этой проверкой охвачены три наших промышленных предприятия – Нижнекамское нефтехим, ТАИФНК и ТАНЭКО. Определить источник возникновения химического запаха и исключить вероятность его появления – основная задача, которая стоит сегодня перед специалистами Нижнекамс-нефтехима. Комиссия акционерного общества совместно со службами города ведет расследование. Продолжение темы экологии. С 27 сентября обе нижнекамские теплоэлектроцентрали должны перейти на использование резервного топлива – мазута. Мера вынужденная, поскольку именно в этот период времени газораспределительная компания будет проводить диагностику оборудования и для нижнекамских ТЭЦ отключит подачу газа. Процедура ежегодная. В прошлый сентябрь из-за перехода на мазут нижнекамцы наблюдали черные облака дыма. Чтобы на этот раз такого не произошло, обе энергетические компании провели масштабные подготовительные работы. О них доложили сегодня на еженедельном совещании руководителей города. Подробности у Гузель Вазиевой. О предстоящих работах обе нижнекамские ТЭЦ были предупреждены еще год назад. Поэтому подготовку к этому периоду начали заранее. Так, первая теплоэлектроцентраль, находящаяся на балансе группы компаний ТАИФ, приобрела мазут более высокого качества, чтобы обеспечить снижение выбросов. Кроме того, там установили современные форсунки, позволяющие максимально эффективно сжигать топливо. И это еще не все меры. Предприятия группы ТАИФ, Нижекам, ТЭТИХИМ, ТАИФНК, КГПТО будут приведены на основное обжение газом по запроводу перемычки от ГРС-3. Это позволит исключить остановку этих производств и сбросы продуктов на сжигание в пакетных установках с выделением вредных веществ. Помимо этого, сразу на нескольких установках переместились сроки капитальных ремонтов, запланированных на этот период времени. Для оптимального режима горения на котлах специальная организация провела работу по настройке режима. Большое внимание уделили безопасности. Так, в период сжигания мазута будет вестись круглосуточное дежурство персонала, а также постоянный мониторинг воздуха. Вы сказали о мерах, но я хочу обратить внимание, что все равно при этом мы будем видеть черный факел. Еще раз, это не панацея, но это те реальные конкретные меры, которые, мы надеемся, повлияют на снижение негативного воздействия. Эдуард Галеев рассказал и о планах на перспективу. Так, в целях снижения использования доли резервного топлива, в настоящее время ведется строительство еще одного источника газоснабжения. В дальнейшем это позволит полностью отказаться от мазута. На совещании мэр Нижнекамска отметил, что сентябрь – период активной подготовки и к отопительному сезону. Так, по его словам, подача тепла ожидается, если в течение пяти дней среднесуточная температура будет ниже 9 градусов. Городоначальник попросил коммунальные службы быть готовыми включить отопление в конце этой недели на объектах социальной сферы. И в начале следующей недели – в жилом фонде. Гузель Вазиева, Власимагин, НМИДИА. Также сегодня на деловом понедельнике доложили о кадровых изменениях в структуре исполнительного комитета города. Так, на совещании представили нового заместителя руководителя исполкома. Эту должность занял Алексей Наполов. С 2012 года он работал в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Последние шесть лет возглавлял отдел формирования целевых программ, занимался вопросами энергетики и лифтового хозяйства. За его плечами и опыт депутатской работы в городском совете. А сейчас пришло время вновь затронуть тему, которая круглый год на слуху всего города – дороги. На этот раз под пристальное внимание нашей съемочной группы попала трасса, ведущая в деревню Клятле. Она разбита уже много лет. Сельчанам обещали сделать долгожданный ремонт еще в августе, но на дворе середина сентября. Дорожное полотно по-прежнему в Рытвинах. В чем дело, почему обещания не выполнили, и когда все же дорогу в Клятле наконец-то реконструируют, узнавала Кира Николаева. При повороте на Клятле ни много ни мало начинается настоящее сражение. Воевать автолюбителям приходится за сохранность своих железных коней, потому что проехать без ущерба по ямам, из которых состоит эта дорога, попросту невозможно. Многим жителям города и района знаком родник возле деревни Клятле. С утра до вечера к благоустроенному источнику приезжают десятки, а то и сотни автовладельцев. Семья Шакировых набирает здесь воду с момента его открытия. Более семи лет. И все это время, как говорят пенсионеры, дорога, соединяющая Шенгальчи и Клятли, будто после бомбежки. Очень плохая дорога. Очень плохая. Мы часто сюда приезжаем зимой и летом. Зимой более-менее там снег закрывает, а летом очень плохая дорога. Если вот это столько построили, то целый музей. Должна быть дорога. Андрею испытывать автомобиль на прочность приходится дважды в неделю. Мужчина работает неподалеку от родника. Говорит, вода будто святая. Однако машину все же жалко. Делать надо дорогу, конечно. Зима подходит. Ездить по ней. Для машины тяжело. Ходовая часть страдает от этого. Особенно заказывается на людей, которые здесь проживают. На работу куда-то, в город ездить, по делам еще куда-то. Жалобы на убитую дорогу в деревню Клятли многократно поступали и в систему народного контроля. Летом на радость сельчанам пресс-служба администрации Нижнекамска сообщила, цитируем, на автомобильной дороге Балчиковой-Клятли будут выполнены мероприятия по ямочному ремонту до 1 августа 2019 года. Однако на улице Сентябрь, а дорожное полотно по-прежнему напоминает стиральную доску. Жители негодуют. Если уж дороги плохие, машины разбиваются, сказываются на ремонте и так далее. Дорога плохая, надо помочь Мулину. Да, Мулин же это делает, родник. Как сообщили позже представители администрации, согласно информации куратора по Нижнекамскому району Фардеевым, балансосодержателем данной дороги является глав Таддор Транс. До окончания сезона дорожных работ в текущем году будет выполнен ямочный ремонт. На что последовала следующая реакция жителей. Балансосодержатель глав Таддор Транс. Каждый раз новая отписка, обещания. Какой ямочный, какими картами. В шахматы заигрались. Вы бы проехали сами хоть раз по этой дороге с грудным ребенком, с родителями больными, послеоперационными. Почему ответственные структуры не выполняют свои прямые обязанности? Мы связались с представителем глав Таддор Транс Русланом Фардеевым. В личном разговоре специалист сослался на то, что у них в организации не хватает техники, так как ведутся работы в городе и на Чистопольской трассе. На вопрос, а для чего же тогда стоило определять срок и обещать отремонтировать дорогу к 1 августа, ведущий специалист отдела контроля качества ответить не смог. Дать интервью на камеру Фардеев отказался, сославшись на сильную занятость. Реконструирует дорожное полотно или это снова пустые клятвы? А пока нижнекамцам и жителям села необходимо набраться терпения и надеяться, что их машины выдержат все ямы и ухабы. Кира Николаева, Власимагин, НМедиа. Вы смотрите программу события для тех, кто присоединился к нам только что. Я напоминаю, что все свежие новости Нижнекамской не только вы можете найти на сайте media.nk.ru, а также в группе ВКонтакте. Подборка новостей на наших интернет-площадках вас приятно удивит. Ничего лишнего, только самое горячее и интересное. Мы будем рады вашим комментариям. А сейчас я передаю слово своей коллеге Евгении Смоленковой. Вас ждет интересный блок новостей промышленного сектора. Здравствуйте. В сегодняшнем выпуске новостей производства журналисты НМедиа подготовили интересные материалы. Прямо сейчас вы увидите о том, что произошло в компании Нижнекам с нефтехим и не только. Коротко о главном. Нефтехимики привезли три медали с отраслевого чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Чистая вода в каждый дом. Нефтехимики завершили работы по очистке дна акватории Камы. Первого ввода подъема. Поэтому у нас, получается, третьего места нет. Будет второе и первое место. В конкурсе профмастерства определили лучших водителей управления автомобильного транспорта Нижнекамск-нефтехима. Начнем с радостной новости. Нефтехимики привезли три медали с отраслевого чемпионата рабочих профессий WorldSkills, который проходил в Сочи. Его инициатором выступила компания Сибур совместно с Союзом «Молодые профессионалы WorldSkills Россия». На соревнования отправились семеро нефтехимиков, три конкурсанта и четыре эксперта. Сотрудница научно-технологического центра Лисан Мулакаева участвовала в компетенции «Лабораторный химический анализ». Она вошла в тройку сильнейших. Сотрудник завода олигомеров и гликолей Андрей Кукарин показывал настоящее мастерство в компетенции аппаратчик химических технологий. Среди 16 конкурсантов он занял третье место. Еще один участник от акционерного общества Радик Аглямов – следсоремонтник ЦРО. Участвовал в компетенции «Ремонт технологического оборудования». Он также замкнул тройку лидеров. Завтра съемочная группа «Инмедиа» встретится с победителями. Нефтехимики расскажут журналистам, с какими трудностями им пришлось столкнуться во время конкурса, поделиться эмоциями с поездки. Посмотреть сюжет можно будет уже в среду в программе «События в 19 часов» на телеканале Нефтехим. Завод олигомеров и гликолей – важнейшее звено в рабочей цепи Нижнекамск-Нефтехима. Слаженная работа производства напрямую зависит от исправного состояния оборудования. Основные работы по приведению технического парка в надлежащее состояние проводятся, как правило, во время капитальных ремонтов. Их череда практически завершена. Чтобы узнать, какой объем работы освоен нефтехимиками, наша съемочная группа отправилась в цех по производству этиленгликоли и этилцелозольва. В этом, казалось бы, небольшом подразделении выпускают очень широкий спектр продукции. Всего семь наименований. Эти продукты нефтехимии необходимы как в авиационной, так и в сельскохозяйственной промышленности. Эти продукты у нас все пользуются большим спросом. Они у нас продаются и внутри нашей страны, и экспортируются в зарубежные страны. Поэтому наш цех является конечным, который выпускает товарную продукцию уже. Совсем недавно здесь завершились плановые капитальные работы. Однако большой объем был выполнен во время подготовительного этапа. Это выдача задания на проектирование, получение проектов и материалов, наряд допусков и многое другое. Как говорят сами нефтехимики, 90% успеха зависит от того, как подготовишься. Порядка 62 единиц теплообменного оборудования почистили. По приборам КИП было отревизировано порядка 100 регулирующих клапанов, порядка 50 диафрагм, 25 уравномеров. Это все необходимо было снять, отревизировать, установить на место. Мы довели до норм 8 позиций насосного оборудования. Это до требований взрыва пожаробезопасности. Также было заменено порядка 100 метров труб. Высоких результатов на предприятии невозможно добиться без качественной работы настоящих профессионалов своего дела. В этом цехе трудится 83 человека. Большое внимание во время капитального ремонта уделялось вопросам экологии. Заранее готовим мероприятия при подготовке оборудования к ремонту, которые предусматривают закрытую пропарку, слив продуктов в закрытые емкости и дальнейшую утилизацию. Поэтому в этом плане у нас все есть мероприятия, и мы их выполняем. Капитальный ремонт позади, но это не повод расслабляться. На оставшиеся 4 месяца текущего года перед подразделением стоят важные задачи. Первая наша задача – это выполнение планов производства и безаварийная работа. На сегодня все работы по подготовке к зиме выполнены. Занимаемся предъявлением энергонадзору наших систем теплоэнергоустановок. Я думаю, сегодня-завтра сдадим и будем готовы к отомительным сезонам. Соблюдению требований охраны труда и техники безопасности в Нижнекамскнефтехиме уделяется особое внимание. Сейчас акционерное общество находится в преддверии плановых капитальных ремонтов на второй промышленной зоне. В связи с этим на промплощадках заводов проходит обучение персонала по организации особо опасных работ. На днях очередное совещание состоялось на заводе стирола и полиэфирных смол. По счету это уже 42-й капитальный ремонт в этом подразделении. Создать максимально безопасные условия труда на рабочем месте каждого сотрудника – одна из ключевых задач. Поэтому на аналогичные совещания собираются все – начальники смен, отделений, установок, мастера, прорабы и другой инженерно-технический персонал, который является ответственным за безопасное проведение особо опасных работ в период капитального ремонта. Здесь сконцентрировано очень большое количество как рабочей силы, так и техники, потому что на малом пятачке будет работать массово, массовая традиция, то есть будут вести огневые работы, газоопасные работы, ремонтные работы. Это работы повышенной опасности. В ходе экспресс-обучения заводчанам напомнили о необходимости постоянного взаимодействия с коллегами, чтобы не допустить нарушений. Также нефтехимикам показали обучающие и мотивирующие фильмы. Каждый сотрудник акционерного общества должен помнить, что соблюдение правил охраны труда – это его прямая обязанность. Такие вопросы в компании «Нижнекамс-нефтехим» стоят очень серьезно. Компания «Нижнекамс-нефтехим» социально ориентирована и решает целый комплекс задач для жизнеобеспечения Нижнекамска. Уже многие годы на балансе акционерного общества состоит цех внешнего водоснабжения, который занимается забором воды из акватории Камы. Простыми словами, именно «Нижнекамс-нефтехим» ведет ежедневную активную работу по обеспечению нас, горожан, водой. Уже завершены работы по очистке дна акватории Камы первого водоподъема. Там побывала и наша съемочная группа. Первый водоподъем – цех внешнего водоснабжения. Это специальное сооружение, расположенное в прибрежной зоне Камы. Оно обеспечивает надежный забор воды в летнюю межень, зимний ледостав, ледоход и в период весеннего паводка. Процесс забора ведется и днем, и ночью – 365 дней в году. При этом нужно обеспечить, чтобы в приемные камеры попадала максимально чистая вода. Для этого здесь установлены специальные устройства, которые препятствуют засасыванию молоди рыб и различного мусора. Как правило, он скапливается рядом с камерами, а на дне происходит один из необратимых биологических процессов – заиливание. Именно поэтому ежегодно на подмогу приезжает профессиональная команда водолазов, которая очищает дно. Здесь изначально глубина своя есть, и мы каждый год приезжаем, замеряем, сколько грунта, и этот грунт убираем. Но тут не только бытовой мусор, тут и течение, потому что течение довольно сильно бывает. И ил намывает песок, и мы убираем, чтобы проход воды в камеры был свободный. Водолазы обычно работают бригадой, где один специалист производит работы на глубине около 10 метров, а другой следит за тем, чтобы напарнику бесперебойно поступал воздух. Третий страхует. Водолазный костюм особенный, его вес позволяет специалисту стойко удерживаться на дне. Одному надеть его невозможно, поэтому водолазу помогает целая команда. Костюм позволяет дышать под водой, а также обеспечивает защиту тела от гидростатического давления в условиях плохой видимости. В руках у подводника эжектор работает он так же, как и обычный пылесос, но под водой. За короткое время он позволяет очистить дно от нежеланного мусора и земли. К слову, во время работ ни один речной обитатель не страдает. Рыбы в этом месте нет, так как ее отпугивает специальная система защиты, которая круглый год создает бурление воды. В летнее время как рыбозащита идет, а период ледостава как ледошуга защиты и в зимнее время тоже. Ну, чтобы лед не замерзал, тут не образовался. Таким образом, благодаря работе управления водоснабжения, канализации и очистке сточных вод компания Нижнекамс Невсихи, горожане пользуются чистой водой каждый день. Важная информация. Сегодня на территории Нижнекамск-Нефтехима случилась нештатная ситуация. По прибытию пожарных было установлено, что произошла разгерметизация фланцевого соединения и возгорание газа на площади 1 квадратный метр на одной из установок, которая расположена на заводе этилена. Она была остановлена и находилась на регенерации. В течение 7 минут нештатная ситуация была оперативно ликвидирована. Сотрудники МЧС в этой ситуации отработали профессионально. Персонал завода действовал согласно регламентам. Установка переведена в безопасный режим. В результате инцидента погибших и пострадавших нет. Угрозы для населения Нижнекамска и окружающей среды не существует. Вследствие возгорания, которое было локальным, основное производственное оборудование не пострадало. Никаких последствий, ни экологических, ни экономических для предприятия нет. Происшествие никак не отразится на технико-экономической деятельности компании. Причина нештатной ситуации устанавливается. К другим темам. 14 сентября на базе Агропромышленного колледжа состоялся конкурс профмастерства на лучшего водителя Нижнекамск-Нефтехима. В нем приняли участие 20 молодых специалистов градообразующего предприятия. С какими конкурсными заданиями и трудностями столкнулись профессионалы? Смотрите прямо сейчас. Профессия водителя трудна и опасна. Никогда не знаешь, что может постерегать тебя на следующем повороте. На сегодняшний день ни один автопилот не способен полностью заменить профессионального водителя. Таких специалистов ценят и в компании Нижнекамск-Нефтехим. Среди работников управления автомобильного транспорта регулярно проводят подобные конкурсы. В такой солнечный субботний день проводим здесь конкурсы профмастерства среди молодых водителей в Нижнекамск-Нефтехиме. Профессия водителя одна, можно сказать, из самых важных, потому что ни один вообще день в жизни человека, тем более в масштабах нашего предприятия, не обходится без транспорта и, соответственно, без водителей. В конкурсную программу вошли два испытания. Первое, что нужно было пройти водителям, это онлайн-тестирование по правилам дорожного движения. Времени давалось немного, всего 20 минут. Судьи подошли к этому этапу ответственно. И тех, кто допускал ошибки, они не пропускали к следующему заданию. Уже не первый раз участвуете на этом конкурсе. Просто напомню условия конкурса, они в этом году немножко изменились. Сдав теорию без единой ошибки, конкурсанты приступили к самому сложному, но интересному этапу прохождения полосы препятствия на время. Всего к нему допустили 11 молодых водителей. Преодоление змейки, подъема, а также выполнение парковки и стоп-линия специалисты знают от и до. Нынче конкурс мы пересмотрели. Больше упор сделали на культуру вождения, дабы уменьшить нарушения. То есть, чтобы не задевали стойки, не задевали на бордюры. То есть, конкурс направлен не на сколько на резвость вождения, а на сколько на культуру, на качество. Подобные мероприятия необходимы для работников Нижнекамст-Нефтехима. Они сполчают людей и позволяют делиться опытом. В этом конкурсе участвую не в первый год. Отношусь позитивно. Но каждый год присутствует мандраж, все равно ответственность. Это нам нужно для повышения профмастерства и общения среди водителей. В этот день никто не остался без заслуженного приза. Все участники получили грамоты. А победители удостоились дипломов и денежных вознаграждений. Кроме того, их будут чествовать на торжественном собрании, посвященном Всероссийскому Дню Водителя. Стоит отметить, что в Нижнекамст-Нефтехиме конкурсы профмастерства проходят ежегодно более чем по 30 специальностям. Узервазиева Иван Рябцов, Лассимагин, НМедиа. На этом все о производстве. Я вновь передаю слово своему коллеге Кириллу Темникову. Патриотическое воспитание – неотъемлемая часть в жизни молодого человека. Эту ответственную задачу взяли на себя градообразующие предприятия Нижнекамск-Нефтехим и Нижнекамский химико-технологический институт. Сейчас совместно идет популяризация военного дела, на которое юноши смотрят более лояльно. Ведь в армейской службе есть перспектива и хорошая площадка для развития личностных качеств. У студентов НХТИ появилась отличная возможность на себе испытать военную романтику. В лагере Зангар-Куль состоялись военно-полевые сборы. Курс молодого бойца прошли более ста студентов НХТИ, в том числе и вечернего отделения. Эти ребята уже трудятся в Нижнекамск-Нефтехиме. Много локаций именно разновидных. Есть тир, есть больше образовательная программа. Очень даже интересно было узнать о нашей современной технике и это очень круто. Ровно три дня продлились сборы, начало было дано 13 сентября. Студентов заселили в лагерь Зангар-Куль, где им предстояло столкнуться лицом к лицу с военным делом. Стрельба, разбор оружия, марш-броски, изучение устава, инженерных сооружений, и, конечно же, изучение истории, без которой никак нельзя взрастить в молодом поколении патриотизм. У нас уже традиционно стал проводить осенью курс молодого бойца для студентов НХТИ. Один из этапов прохождения курса молодого бойца входит экскурс с ознакомлением подготовки военных водителей, водителей ПТРов. В программу вошли экскурсии, где студентам рассказывали про военное ремесло. Одной из них стала поездка в ДОСАФ Нижнекамск, где юные защитники Отечества познакомились с техникой, овладели стрельбой из страйкбольного оружия и получили знания по оказанию первой помощи. Стрелять достаточно сложно, но, в общем-таки, можно приноровиться и все получится. Для себя взял в примечание и планирую обучиться ДОСАФе и дальше уже пойти в армию, также быть водителем и осужить, получать свой срок. Как считают организаторы, это большой шаг в патриотическом воспитании молодежи. Благодаря поддержке Нижнекамск-Невтихима студенты имеют возможность пройти курс молодого бойца, закалив и укрепив характер, что в будущем им поможет при службе в армии или на работе. Иван Ребцов, Лас Симагин, НМедиа. В профсоюзной библиотеке Нижнекамск-Невтихима состоялась встреча ветеранов и работников компании, а также всех любителей творчества поэта Михаила Ястребова. На протяжении многих лет он работал в компании директором сварочного центра. Несмотря на то, что его профессия далека от поэзии, ветеран написал огромное количество замечательных стихов. Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству Ястребова, состоял из трех частей. «Притяжение души», «Высший звезд» и «Джаконда». Писать стихи Михаил Михайлович начал еще в студенчестве. Тогда за два года он создал почти тысячу поэтических текстов. По профессии ветеран-сварщик. С 1998 года и вплоть до выхода на заслуженный отдых занимал пост директора сварочного центра. Сейчас Михаил Ястребов на пенсии, а это значит, что времени для творчества у него стало гораздо больше. И он сможет чаще радовать читателей своими новыми произведениями. Меня тянуло к литературе, к поэзии. Хотя мы добились коллективом очень серьезных результатов в работе специфически в сварочном производстве. Поначалу это как бы было стихийно. Лирика шагала с физикой в одном ряду в марше. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Встретимся в среду в этой же студии и в это же самое время. А для тех, кто не мыслит своей жизнью без интересных и горячих новостей, круглосуточно работает наш сайт www.medianknh.ru и группа ВКонтакте. Проблемы горожан, изменения в законодательстве, происшествия, культурные события Нижнекамской Республики. Специально для вас мы собрали все самое интересное на одном сайте. Если же вы нуждаетесь в помощи для решения проблемных ситуаций или у вас есть интересная информация, которую вы хотели бы поделиться, звоните в нашу службу новостей по номеру 377-00. Программу вел Кирилл Темников. До встречи в эфире. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok